Заводия происходят каждую минуту. Они складываются в сюжеты, превращаются в ролику и на наших глазах становятся историей. Мы выбрали главное. Итоки прошедшей недели. От шабата до шабата. С Михаилом Джагиновым. В субботу в 10 вечера. В эфире программы «Контакт». Сегодня начальник штаба Бенниган заявил, что армия не собирается менять инструкции по применению оружия на территории Иудии и Самарии. Несмотря на непростую обстановку и рост инцидентов против еврейских поселенцев. В последние месяцы, по словам жителей Иудии и Самарии, там уже во всю идет настоящий интифа, да и армия должна действовать совершенно иначе. В самой студии подполковник запаса Марареля Эйшвира и подполковник запаса генштаба Марк Бабут. Добрый вечер. Эйли, вы были офицером безопасности колледжа Варриэля, вы служили в армии, как и Марк вместе. Что такое инструкция по применению личного оружия на территории Иудии и Самарии? Я думаю, что нужно изменить указания по тому, как можно открывать огонь в отношении единственности палестинцев против нас. Таня, может быть, я хочу напомнить вам, приблизительно три недели назад, трехлетняя девочка Адель практически почти погибла. Она до сих пор борется за жизнь. Я хочу подчеркнуть, поскольку камень может убить, мы должны подготовить заранее ответ, изменить указания. И тот, кто забрасывает нас камнями, с искательными бутылками, можно стрелять по ногам. Если вы знаете, наоборот, хочу ли я увидеть убитую девочку или палестинца, которому пострелили ногу, я предпочитаю, чтобы палестинцы пострелили ногу. В общем, и целом, я не хочу, чтобы я было ни то, ни другое, ни того, ни другого. Но они должны понять, существует цена. Мы должны оберегать свою жизнь. Это наша обязанность. То есть вы хотите сказать, что в армии предпочитают другой или в сценарии? Я не хочу сейчас обрегать этот вопрос. Я хочу сказать, я говорю это, обращаясь к армии, я говорю об этом, где буду защищать тебя. Мы должны защищать нашу жизнь. Жители должны безопасно ездить в автомобиле, в наступлении. Будем в ситуации, когда палестинцы могут делать то, что они хотят. Могут кидать камни, в итоге сжать на их связи, стрелять в оружие завтра. А мы будем продолжать ездить, ничего не делать. Это уравнение, с которым мы его можем смириться. Макс, скажите, сегодня человек, который имеет суличное оружие, неважно, где он живет, будь он живет в ории, или он живет на территории, так сказать, внутри зеленой черты, у него есть единая инструкция по применению оружия в случае опасности. Каковы эти инструкции? Я вам скажу. Одно дело, это жители юдей и самарей, которые едят, которые имеют разрешение на оружие, несут его и применяют его при разных случаях, когда они чувствуют себя в опасности. С другой стороны, есть инструкция применения оружия военнослужащим, то есть армии и полиции, которые находятся на территориях. В этом случае они имеют приказ применять оружие только в случае смертельной опасности. Что это такое смертельная опасность? Что это значит, что когда бойцы, солдаты, подразделения чувствуют себя, что они находятся в смертельной опасности, то есть их атакуют бутылками молотого, или атакуют оружием огнестрельным, то они могут отвечать. Ежели кидают на них камни на бронированной машине дети 12-14 лет, то здесь применение оружия огнестрельного нецелесообразно. Я думаю, что никто не хочет в Израиле видеть десятки похорон детей по территориям. Мне кажется, что здесь надвигается, можно сказать, волна, или как хотите, беспорядковые, или индифаты, третий, не важно, как это назвать. И это обуславливается тем, что нет продолжения переговоров. И именно на эту руку играет и Абумазан, я не хочу никого оберять. Наоборот. И в этом случае надо делать так, чтобы мы не играли на руку нашим врагам. Хорошо, Марк, говорите или простой вещь. Камень может убить, если поселенец едет, не военный, а житель поселения едет в машине. Ну, допустим, она защищена от машины, большинство машин защищены. И в нее бросают камень. Что он может сделать сегодня и что они хотят изменить, чтобы он мог сделать? Ну, смотрите, он же практически не подчиняется сугубо военным приказам. Он чувствует, он имеет свои инструкции. И он стреляет, когда он находит нужным. И зачастую мы это знаем, что некоторые, особенно крайние, можно сказать, поселевцы, они стреляют не только при случаях сметельной опасности. Это так, это известно. Я не хочу про всех говорить. Есть такие случаи. Есть такие случаи, когда... Я хочу кое-что сказать. Марка, когда существует опасность, мне нужно стрелять, я полностью согласен с Марком. Но я хочу подчеркнуть, камень это опасность для жизни. Мы не можем сказать на это глазах. Мы не можем прятаться за красивыми словами. Камень может губить. И поэтому мы должны относиться ко камням точно так же, как к бутылкам-зажигательным, смесью, к пулям. И поэтому нужно изменить указание по открытию огня. А может быть, есть радикалы, но эти радикалы, если мы говорим, они, конечно, стреляют. И не введение зависимости от того, есть опасность или нет, есть камни или нет. И поэтому мы не можем обобщать ситуацию всех водителей, которые, я хочу сказать, армия должна четко определить, что камень, я считаю, камень это таран. Почему армия не меняет эти инструкции, на Ваш взгляд? Я считаю, они боятся критики. Но я считаю, вместо того, чтобы бояться критики, поистинцев или мирового сообщества, мы должны думать о наших жителях. Мы должны понимать, что жителям нужна безопасность. Наши жители имеют право, полное право, безопасно ездить по нашим дорогам. Мара говорила о камнях. Он сказал, что бутылки с сжигательной смесью можно и сжигать. Но бутылки с сжигательной смесью камень это одно и то же, нет никакой разницы. Поэтому нет никакого отличия. И поэтому армия должна посмотреть на это. В общем и целом рассматривать это. Я думаю, что если бы армия рассматривала бы так, именно с моей точки зрения, я считаю, что в конечном итоге в течение времени мы бы увидели уменьшение насилия страны полистинцев. Но полистинцы чувствуют, что они могут продолжать делать то, что они хотят. Смотрите, Марк, ситуация изменилась, как говорит Эли. Почему же нельзя сменить ситуацию? Я хочу сказать, что Эли, я мой хороший друг, много лет мы знаем друг друга, говорит, как глава города. Он должен защищать своих жителей. И он говорит от всего сердца. Это все правильно, с одной стороны. С другой стороны, группа армия, как представитель властей, не может себе позволить, мне кажется, сейчас и всегда, даже во время интефакт боевых, мы не могли позволить себе, чтобы детей убивали безнаказанно, постоянно. А вы считаете, что первые, кто попадут под этот огонь, это будут дети? Конечно, мы уже сейчас. Мы сейчас видели. Они меньше бросают, потому что те активисты посылают детей 12, 14, 15 лет. Есть случаи, когда дети просили отпустить их, потому что они должны пойти на контрольную набокруху. То есть дети, они кидают камни, они кидают зачастую и бутылки молотого. Мы должны вести себя с умом, мы не должны вести себя, как какие-то салтофоны, которые ничего не понимают. Как правильно, ваше взгляд, когда в армии принимают такие решения, оставить инструкции в силе, то там берется в внимание, так сказать, весь спектр проблем, в том числе и вещество проблем. Обязательно. И политическая, и военная. Эта проблема неотделима друг от друга. Я напоминаю вам, что мы делаем на людей-самаре полицейские функции. Это не сугубо военные функции. Я хочу ответить на слова Марка. Я хочу напомнить всем, мы говорим о армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля должна предоставлять нам безопасность, евреям. А вы чувствуете себя вне безопасности? То есть вы чувствуете, что армия не заботится о вас? Не могу вам ответить. Армия проводит операцию. Но в конечном итоге армия реализует правительственные решения. Армия это, в принципе, исполняющая рука правительства. Я могу сказать вам, что если в нашем регионе меньше бросают, и безопасность у нас больше и лучше. Но я смотрю на весь регион, на весь район. И если вы едете в районные края, или в поселения, которые находятся в верхней части, то вы там чувствуете себя меньше безопасности. Там бросают камни. Сегодня я беседовала с Пенни Кашриэлем. Малет умеем. Практически каждый день людей запрасывают в эту поджигательную смесь. Это допустимо. Мы не можем смириться с этим. Армия не может заниматься политикой. Политика это одна страна. Переговоры это одно. А армия должна нас защищать. Но вы, получается, предлагаете поселенцам сегодня участвовать в тех функциях, которые должна выполнять армия. Это так? Мы должны заботиться о том, чтобы люди могли себя защищать. Есть такая пословица. Тот, кто с мечом к нам пришел, отмечает погиблицу. Я не хочу, чтобы наши люди погибали. Я хочу, чтобы люди были в безопасности. Я Марк сказал, я как мэр должен беспокоиться своих жителей. Я хочу сказать Марку, наша обязанность как жителей Икраиля позаботиться о наших гражданах, гражданах наших жителей, чтобы они безопасно могли бы ездить в машине, чтобы они могли бы спокойно возвращаться домой, чтобы их не забрасывали ни камнями, чтобы они не должны были бы отдохнуться в больнице или бороться со своей жизнью. Есть возможность защитить, ответить на те доводы, которые представил? Нет. Мне кажется, что в конечном счете исторически доказано, что политическое решение это единственное решение, возможное в такой ситуации, когда территория населена враждебным населением. Некоторые говорят, что это полностью наша территория. Я считаю, что решение в конечном счете это два государства, для двух народов. И тот район, который представляет Эли, он будет в государстве Израиля, это понятно всем, но те районы, про которые он говорил, в которых находится одно поселение на десятки тысяч палестинцев, в конечном счете должно быть... То есть, наверное, дальше будет продолжаться то, что продолжается? Будет продолжаться, но с другой стороны, когда я вижу, когда дети поднимаются на джипы, на машины, то, конечно, это очень тяжело. А вот подполковники штаба Эли Швера Наравеля, подполковник Запаса, большое спасибо за участие в нашей программе. После рекламы, как Голден Мэйер учила грамоте Генри Кисель. Живо, оставайтесь с нами.